В Ненецкой окружной больнице откроется отделение гемодиализа. Все необходимое оборудование доставлено в Наринмар и смонтировано. Идет подготовка к открытию. Для этого осталось только пройти процедуру лицензирования. Первых пациентов, нуждающихся по медицинским показаниям в гемодиализе, медики примут уже в ноябре. Отделение гемодиализа откроется на базе Ненецкой окружной больницы и разместится в лечебно-диагностическом корпусе на авиаторов 9Б. Сейчас жители округа вынуждены получать эту услугу в Архангельске и постоянно там проживать. Открытие отделения гемодиализа в Наринмаре даст возможность получать жизненно важные процедуры по очищению крови, не выезжая за пределы региона. Для работы в отделении приглашены медицинские работники соответствующего профиля. Почти на 5 миллионов рублей увеличены расходы бюджета Заполярного района в 2021 году на приобретение, ремонт и содержание муниципального жилфонда в четырех сельских поселениях. 1 миллион 800 тысяч рублей предусмотрено на приобретение муниципальной квартиры в поселке Красное. По информации администрации сельского поселения, в общем списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 2021 год состоит порядка 54 семей. Выделено почти 409 тысяч рублей на снос двух муниципальных жилых домов по улице Центральная в поселке Остькара. 959 тысяч рублей направлено в бюджет Тиманского сельсовета на капитальный ремонт жилого дома номер 102 по улице Сельская и текущий ремонт цокольного перекрытия в двух жилых домах по улице Новая в поселке Индига. В бюджет Амдермы направили 1 миллион 30 тысяч рублей на оплату услуг по содержанию пустующего жилфонда и оплату коммунальных услуг. В соответствии с ЖК России до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, расходы на их содержание и коммунальные услуги оплачивают органы местного самоуправления. Кроме того, выделено 690 тысяч рублей на закупку и установку 360 счетчиков холодного и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных жилых домах в поселке Амдерма. Посетить многофункциональный центр Ненецкого автономного округа можно по предварительной записи. Предварительная запись на прием исключает возможность ожидания в очереди за получением государственных и муниципальных услуг. Удобные опции жители округа пользуются все чаще и отмечают в учреждении. Возможность предварительной записи на прием к специалистам МФЦ становится более актуальной. Осенью количество посетителей увеличивается. Это связано с тем, что люди возвращаются из отпусков и начинают заниматься вопросами оформления различных социальных выплат, субсидий и компенсаций. Предварительная запись на прием действует в центральном отделении многофункционального центра в городе Наринмаре и в офисе центров поселка Искателей. Записаться на прием можно тремя способами. По телефону колл-центра МФЦ, номер которого вы видите на своем экране, на сайте учреждения или через мобильное приложение. Напомним, что жители округа от 60 лет могут получить госуслуги на дому. Специалисты центра активно практикуют выезды к пожилым людям. Это бесплатно, удобно и безопасно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Вызвать специалиста на дом можно также, позвонив по телефону колл-центра МФЦ. В МФЦ НАУ предоставляется более 200 наименований различных государственных, муниципальных и иных услуг. 53 услуги доступны жителям округа в электронном формате на портале госуслуг. Департаментом внутренней политики Ненецкого автономного округа объявлен конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере развития межнациональных отношений и представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера. Заявки будут приниматься с 28 сентября по 18 октября 2021 года. В рамках конкурса для проектов определены четыре приоритетных направления. В их числе развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, а также деятельность в сфере защиты прав и законных интересов малочисленных народов Севера. Максимальная сумма гранта составляет 400 тысяч рублей. Победители объявят в начале ноября. Реализовать проекты, согласно положению конкурса, необходимо с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года. Прием заявок будет осуществляться в электронном виде с помощью платформы, разработанной специально для региона фондом президентских грантов. По всем вопросам о проведении конкурса можно обращаться в Департамент внутренней политики в будние дни по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Первые проекты по комплексному развитию сельских территорий в Ненецком округе получили федеральное финансирование. Как сообщил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберт Чебдаров, по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий победителем признан Пёршский сельсовет. У муниципалитета два проекта – устройство деревянных тротуаров в селе Нижняя Пёша и установка консолей на опорах уличного освещения в деревнях Верхняя Пёша и Волоковая. Проекты будут реализованы в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Отбор проектов, представленных к реализации органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, осуществляется комиссионно. Вниманию конкурсной комиссии было представлено 11 проектов. В состав комиссии вошли специалисты Департамента природных ресурсов, экологии АПК и представители Заполярного района. Конкурсная комиссия оценивает проекты путём выставления баллов по критериям в соответствии с постановлением администрации Ненецкого автономного округа. С 1 января 2021 года в школах действуют новые правила Роспотребнадзора по организации питания школьников. В школьных столовах запрещено использовать продукты домашнего приготовления – яичницу, глазунью, макароны по-флотски, блинчики с мясом и творогом и блюда, приготовленные во фритюре. В список запрещенных продуктов также попадают мясо диких животных и водоплавающих птиц, холодные супы, острые соусы, паштеты, грибы, маргарин, кремовые пирожные. Из напитков в стоп-лист входят энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс. Некоторые продукты попали под запрет потому, что с высокой долей вероятности они могут стать источником бактериальной или кишечной инфекции. Например, яичница глазуни не проходит достаточной термообработки, чтобы погибли возбудители сальмонеллеза. То же самое касается и блинчиков с макаронами. Эти блюда длительное время находятся без достаточного нагрева и могут вызывать отравление. Под запретом арахис, глазированные напитки, жевательные резинки, леденцы, чипсы, снеки и творожные сырки. В октябре в городе Наринмаре откроются спортивный игровой кластер и детская площадка. Оба объекта в районе детского сада «Радуга» и на улице Строительной реализуются с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Спортивный игровой кластер на Строительной улице в районе домов номер 10 и номер 11 стал победителем рейтингового голосования жителей за первоочередные объекты благоустройства в 2020 году. Площадка возле «Радуги» тогда заняла второе место. Стоимость контрактов по объектам составила порядка 40 миллионов рублей. Проектом по обустройству спортивно-игрового кластера на Строительной предусмотрено зонирование многофункциональной площадки с выделением спортивной зоны для игры в мини-футбол и баскетбол, зоны для детей, детский игровой комплекс, скалодром, зоны для отдыха на весы и скамейки, зоны спортивных снарядов для занятий воркаутом, зоны для установки новогодней ели, цветное травмобезопасное покрытие, обустройство освещения, озеленения и ограждения территории. Многофункциональная площадка у «Радуги» будет включать зоны для детей, детский игровой комплекс, скалодром, зону для отдыха, навесы и скамейки, зону спортивных снарядов для занятий воркаутом. На объекте должно быть уложено цветное травмобезопасное покрытие, а также установлено освещение и ограждение территорий, выполнено озеленение. В правительстве Российской Федерации утвердили перенос выходных дней в 2022 году. Самыми праздничными будут, как обычно, январь и май. Зато в июле, августе, сентябре, октябре и декабре россиян ждут только обычные субботы и воскресенья. Всего в 2022 году будет 27 праздничных дней, 91 выходной, 3 предпраздничных дня будут сокращены на час, а 244 дня россияне проведут на своих рабочих местах. В 2021 году рабочих дня было на 3 больше – 247. Отметим, что 31 декабря в 2021 году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня 3 января 2021 года. Непрерывные новогодние каникулы установлены для россиян с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Майские каникулы пройдут с трехдневным перерывом. Отдыхать будем с 30 апреля по 3 мая – 4 дня, затем 3 рабочих дня – 4, 5 и 6 мая, а далее вновь 4 выходных с 7 по 10 мая.